здравствуйте дорогие друзья я снова с вами большую часть сентября я был в отпуске запас энергии и с новыми силами окунулся в работу каким образом сегодня вы это увидите сегодня прекрасная погода мы с вами вы к технопарке но не только из-за погоды дело в том что нам подумалось что мы давно уже не виделись с начальником управления подвижного состава закрытого акционерного общества струнные технологии андреем дмитриевичем зайцевым приезжаем он тут как тут здрасте андрей дмитриевич да добрый день михаил расскажите чем вы здесь сегодня занимаетесь сегодня здесь первый день испытаний юнибуса городского на супер легкой путевой структуре а вот он кстати подъезжает сейчас все вы увидите его чем была вызвана необходимость испытывать его на ней потому что недавно мы видели уже юнибайк испытали на полу жесткой на провисающий потом на ферме а теперь они с юнибусом поменялись местами все наши трассы все типы наших трасс они универсальны для всего нашего подвижного состава и можно сказать взаимозаменяемыми сейчас просто настал черед и не буду попасть на супер легкую трассу скажите а какие именно параметры показатели здесь отрабатывается как я понимаю что то что невозможно было наверно проверить на других типах трассы отчасти да то есть в отличие от фирменной трассы и полу жесткой трассы которые горизонтальны супер легкая трасса имеет уже уклоны как подъем так и спуск поэтому тягово-динамические свойства проверяются уже в новых условиях также проверять все остальные параметры как то шум плавность хода и а вот о том что еще проверяется впоследствии подробно рассказал генеральный конструктор закрытого акционерного общества струнной технологии анатолий дарвич юницкий он также ответил на наиболее часто встречающиеся в последнее время вопросы о головке рельса путевой структуре а также поведал о том каким образом skyway сможет заменить физзарядку причем речь идет не только о юнибайке я то что у нас три типа путевой структуры я уже это об этом много раз говорил и снова повторю у нас есть привисающая путевая структура когда струны и головка рельса идут параллельно по головке риса еще один должен сказать это легкая конструкция полу жесткий рельс когда внутри рельсов пустотелого который пустота потом заполняется бетоном канат идут с провисом и и держит путь путь может быть тоже с небольшим провисом как мы сделали сейчас на легкой системе и тоже я потом отдельно объясню почему мы так сделали может быть противовыгиб и третья путевая структура когда это жесткая ферма в которой струны идут параллельно на головке рельса и идут параллельно земле но вы идут ровно для чего это сделано чтобы вот на этой конструкции засекать скоростей 500 км щит там нужна очень высокая ровность на прямой скоростях движения ровность пути не нужна высокая она должна быть достаточно для комфортного движения и поскольку мы все системы делаем в том числе для подвесного транспорта поэтому весь наш подвесной состав сделан под ним стандартным подвесной поэтому он может ехать и как по прорисающей путевой структуре как вот по полу жесткому рельсу так и по жесткому рельсу по струны ферме мы это просто демонстрировать то другое третье и на рынок мы будем ходить со всеми вариантами путевой структуры потому что в одних случаях лучше выгоднее вот этот вариант других другой от этих третий поэтому мы выходим на рынок как бы с веером предложений и тогда верят из того что у нас закажут и купит горбот гораздо выше вот для чего мы это делаем вы заговорили о скорости а кстати какую скорость показал юнибус на провисающей путевой структуре здесь вчера порядка 100 километров в час сегодня скорость превысит 100 километров в час большую скорость юнибус не сможет развить хотя он спройти на 150 километров в час потому что трасса очень короткая на трассе 800 метров нереально для тяжелой машины вот для общественного транспорта допустим для трамвая или там поезда метро получить такую скорость это не автомобиль который может там имеет избыточную мощность и стартовать там быстро и за три на две три секунды получить скорость только в час общественный транспорт так не проектировать ну потому что да не все скажем так пассажиры имеют кондиции спортсмена они не космонавты и мы возить будем не дрова так вы обещали что-то вы обещали что-то сказать насчет головки рельсам у нас нет рельсов традиционном понимании как и нет головки традиционном понимании потому что у нас совсем другого пирания давно остальное колесо и страну речь но опирание другое у железнодорожного колеса даже не колеса колесной пары это одна железяка весом углатон и соединен на оси это одно колесо на самом деле колесная пара там конический коническое пираме а головка рельса имеют цилиндровскую поверхность то есть конус опирается на цилиндр и из-за этого много недостатков уже здоровье повышенные шумы и повышенные износы ударе гребнем как раз носят потом головку рельса и рельс долго не стоит да я устранил как из инженер как изобретатель эти недостатки железнодороги и у нас цилиндрическое колесо опирается на плоскую головку рельса на плоскость поэтому у нас головка рельса на самом деле это поверхность на которой опирается колесо и по которому катится колесо это поверхность которая плоская то что колесо цилиндр и этой плоской поверхностью может быть стенка трубы стенка швеллера это можно сделать как отдельный элемент да ради бога это все но все будут головка рельса и поэтому мы сейчас как и вот до этого отрабатывали технологию применения корпуса рельсов качестве струны и тоже вот вопли были в интернете там наши тролли которые любят по любому поводу возмущаться что как-то так там нет струн корпус натянутый то есть тоже струна который был спровисом и что этот провис был допустим чтобы получать скорость 68 км час потому что мы даже провели специальное исследование это давно я сделал движение колеса по неровной поверхности не просто колеса стального колеса а колеса имеющие подвеску имеющие демпфер имеющую нагрузку на колесо и вот какое движение будет комфортным вот что надо ведь мы на самом деле продавать бомб и мы создаем не рельсы не шпалы не струны не колеса и так далее можно продолжать а транспортную услугу чтобы перевозить с точки а в точку б пассажира и грузы а транспортная услуга имеет другие понятия чем железо там есть понятие себестоимости перевозок там есть понятие комфорта перевозок там есть понятие плавности хода там плейс полно по это понятие допустим экологичность том числе шумность до услуги и так далее там видите нет технических терминов если будут все параметры вот хорошими вот как услуга транспортно то эту услугу у нас будут покупать значит будет строить дороги по которым будет съездить пассажиры груза так вот здесь показано для разных пролетов разработана построены графики от пролетов 100 миллиметров это значит неровности на 100 миллиметров до пролетов километр и для синусидальной поверхности которая является наша путевая структура она будет такой а синусидальность может быть равна нулю если она идеально ровно и может быть другую сторону если против выгибе она выпукла да так вот если взять пролет 40 метров на вот легкой системе да и сейчас открою 40 метров пролет вот график для 40 метров так и есть данные кривые для плавности хода два с половиной долбью это когда ощущение что ты сидишь на диване и смотришь телевизор такие то есть колебания нещутимы практически на на железнодорога три три с половиной долбью и здесь даны кривые для разных скоростей движения в том числе 125 метров в секунду 450 метров в час и даны допустимой неровности чтобы была комфортность пути ну движения и ход подвески так называемой статической под подвески это ход подвески под полной нагрузкой от 10 миллиметров до 1000 миллиметров и неровности 10 1 10 миллиметров до 1000 миллиметров до метра если мы возьмем кривую как я сказал 60 км в час так это здесь вот эта линия то при ходе подвески как у нас там сейчас 30 миллиметров статических подвески это примерно как и у трамвая то допустима неровность пути 150 миллиметров 15 сантиметров это будет комфортное движение зачем делать идеальный ровный путь складывать миллионы лишних долларов если ничего не изменяется с точки зрения комфорта более того когда идет вот такая волнистого волнистого движения да на самом деле это лучше для человека объясняю почему если будет человек садисла сидеть дима это годами на диване он долго не проживет за понятно но если он будет ходить годами ходить он больше долго почему потому что когда человек идет при шаге туловище и голова опускаются это вот есть колебания причем опускается на 50 60 миллиметров то должна еще частота с какой частотой это один два герца это 1 2 герца это оптимальная частота при других частотах больше человек плохо себя чувствует то есть три пять семь десять то есть одно два колебания в секунду правильно расшифровывать так это как раз вот где наши вот это пролета при скорости 20 метров в секунду это 72 километров час это примерно такие частоты будут то есть у пассажира будет ощущение что он не едет а идет это лучше чем он будет сидеть неподвижно то есть это не только дешевле потому что не надо сильно натягивать струну не на тем противо выгибы делать и так далее да а еще полезно для здоровья пассажира ему спортом меньше надо заниматься и по утрам меньше бегать или там ходить он проехал и фактически ну взял заряд вот чем дело вы наверное уже заждались предлагаю видеть и самоиспытание 14-местного юнибуса на самой легкой гибкой путевой структуре and now shut up и и во и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Поддерживайте наш проект. Вы же убедились, что ничего красивее струнного транспорта Юницкого среди прочих транспортных систем нет. А красота, по мнению Достоевского, спасет мир. Строй SkyWay. Спасай планету.